МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. 23 новых ФАПа и ремонт подъездов к школам. Итоги заседания правительства. В 10-й раз в Музее усадьбы Академика Павлова прошел праздник яблока. Партнер выпуска ООО «Рязань Медтехника». Стоматологические наконечники «Фотон» и «Зубр» от российского производителя в магазине «Медтехника» на Есенина 72-2. Высокоточное производство на швейцарском оборудовании с использованием российско-австрийских материалов обеспечило европейское качество по российской цене. В наконечники завода «ФХ Тайфун» встроена блокировка обратного всасывания, что снижает риск перекрестного инфицирования до 80%. Наконечники «Фотон» и «Зубр» – оптимальный выбор для здоровья пациента. Магазин «Медтехника» на Есенина 72-2. Телефон 27 07 07. 27 07 07. Запчасти и гарантийный сервис в Рязани. Второй этап благоустройства педагогического сквера подходит к завершению. Во время реконструкции нужно уделить внимание каждой мелочи. Здесь важны и крупные ремонтные работы, и детали. В этот раз проводят озеленение сквера. Педагогический сквер получил свое название в 2023 году. Тогда в рамках областной программы поддержки местных инициатив проводили первый этап реконструкции. Во время него отремонтировали часть сквера и установили скульптурную композицию и памятник, посвященный образованию. В этом же году завершается второй этап благоустройства. Выполнена работа по продолжению строительства пешеходных дорожек. Проложено освещение дополнительное, видеонаблюдение. Полностью, не полностью, а так, дополнено озеленение. Один из этапов реконструкции – озеленение. Посадить растения пришли сотрудники администрации, дирекции благоустройства, волонтеры, а помогали им юные натуралисты. Я сажаю, как принесли, чтобы продавать педагогический сквер. Помимо цветов высадили кустарники с перей, папоротники – небольшие деревья. По задумке, педагогический сквер – это некое место встречи, где можно посидеть на лавочке, обсудить проблемы и просто отдохнуть. Кроме того, мы предполагаем здесь педагогическую цену проводить различные мероприятия, совмещающиеся и посредоточные. Завершить второй этап реконструкции педагогического сквера планируют к первому сентября этого года. Анастасия Арн-Дмитрифимов, телекомпания «Город». В регионе продолжается активная поддержка жителей Курской области. Уже отправлено несколько гуманитарных грузов. Суммарно это больше 40 тонн. Здесь все от предметов личной гигиены до бытовой техники. Об этом на правительстве рассказал губернатор Павел Молков. Другие темы – строительство новых ФАПов, исполнение поручений по подъездам к учебным заведениям и обращение из соцсетей. На прошлой неделе Рязань приняла 80 эвакуированных граждан из Курска. Сейчас они в пунктах временного размещения. А вопросы, с которыми обращаются куряне, решаются в индивидуальном порядке. Об этом на правительстве рассказал губернатор Рязанской области Павел Молков. Среди эвакуированных 39 детей школьного и дошкольного возраста. По словам министра образования региона Ольги Щетинкиной, сейчас дети живут в разных муниципалитетах. Двое детей уже отправлены в детские сады. 23 школьника, 8 уже определились с образовательными организациями. Остальные сейчас рассматривают, опять-таки, место проживания. Среди прибывших жителей Курской области есть те, кто рассчитывает вернуться до 1 сентября по основному месту жительства. Но мы будем готовы предоставить места всем детям в образовательных учреждениях. Кроме того, один из жителей Курской области у нас поступил в учреждение среднего профессионального образования. Другая тема – строительство фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Если в прошлом году их построили 15, то в этом норму планируют перевыполнить – 33. Такого объема работ, по словам губернатора, никогда не было. В настоящее время в регионе смонтированы 33 объекта. 31 объект уже принят. На двух объектах завершается монтаж. В общем-то, там финальная фаза. Кроме того, на 26 объектах мы уже завершали этап благоустройства. На остальных он продолжается. Мы приобрели оборудование на 33 объекта и практически везде уже закрыли кадровый вопрос. В настоящее время 14 пакетов документов проходят в фазу лицензирования и готовятся остальные 7. Первые объекты мы начнем уже открывать с сентября этого года и завершим в ноябре. Павел Малков вернулся к своим прошлым поручениям. Поговорили о подъездах к учебным заведениям, успеют ли их привести в порядок 1 сентября. Для примера поговорили о Спасском районе. Там местные жители жаловались на остановку, с которой школьники уезжали. Дескать, смотреть на ситуацию надо шире, подытожил губернатор. Не только в пределах двух метров от школы. Всего у нас необходимо по ремонту дорог, ямочный ремонт сделать 24 единицы. 14 мы уже сделали. 76 школа была сделана вчера. Из тех, которых у нас не сделаны, это 30, 54, 64, 67, ну и дальше, в том числе и Центр детского творчества Южный, это все будет сделано до 30 числа. На повестке дня необычное нововведение для школьников. Теперь они могут получить первую профессию уже в школе. Представленный проект закона и проект постановления связан с изменением целевых показателей заработной платы педагогических работников в связи с увеличением темпа роста заработной платы в экономике на 15,4%. И введением с 1 сентября 2024 года в общеобразовательных школах профессиональной подготовки. То есть в 34 школах Рязанской области, учащиеся 10-11 классов, будут получать теперь дополнительно первую профессию. И по окончании школ уже будут иметь удостоверение о получении рабочей профессии. Следующий вопрос – пропаганда традиционных семейных ценностей. По госпрограмме добавится комплекс мероприятий. На это предусмотрено финансирование в размере 8,5 миллионов рублей. Средства будут направлены на финансовое обеспечение госзадания учреждения «Сервис ЗАГС» подведомственному главному управлению ЗАГС Рязанской области для организации проведения методических творческих культурных мероприятий, направленных на пропаганду традиционных семейных ценностей, выездные регистрации брака, определение пола ребенка, честный пар, проживший в браке долгий период времени. По окончанию – традиционная статистика обращений из соцсетей. Лидирует тема ЖКХ. В соцсетях писали о сроках планового отключения горячей воды. Вторая строчка – медицина. Жалобы точечные. Об открытии ФАПов, сосудистого центра в Скопине и так далее. Замыкает тройку лидеров благоустройства. Рязанцы обсуждают проект благоустройства ЦПК ИО и просят обратить внимание на другие территории. В завершении открытого заседания правительства Павел Малков рассказал, что каждый день работает с обращением из социальных сетей и очень надеется, что так же поступают все руководители. Те, у кого сфера ответственности касается поступающих обращений. Министр спорта Рязанской области Владислав Фролов на правительстве выступил с докладом о состоянии и перспективах развития игровых командных видов спорта. В частности, пожаловался на недостаток финансирования профессиональных клубов по игровым видам спорта. 24-й год хоккеисты Рязань ВДВ встретили на 21-й строчке турнирной таблицы. Футбольный клуб сейчас на 9-й. Это только два профессиональных рязанских спортивных клуба из четырех. Другие – баскетбольные и волейбольные клубы. Первый сейчас выступает в первенстве ЦФО. Второй – на чемпионате России среди женских команд Лиги Б. Успехами рязанских команд поделился глава регионального Минспорта Владислав Фролов. На правительстве он выступил с докладом о состоянии и перспективах развития. Естественно, тот факт, что для пополнения состава в профессиональных клубах необходима системная подготовка юных спортсменов. В настоящее время в 32 государственных и муниципальных спортивных школах дети обучаются игровым командным видам спорта. Для более эффективной подготовки профессиональных спортсменов в прошедшем году завершена реорганизация путем объединения профклубов со спортивными школами по видам спорта – футбол и хоккей. Целью стало создание вертикали спортивной подготовки, позволяющей упростить процесс перехода детей в спортивную школу в юниорскую, молодежную и далее во взрослые команды. Результаты в работе по новой системе есть, притом показательные. По футболу команда 2009 года рождения взяла первое место на первенстве России зоны «Центр» по хоккею. Два первых места – Кубок Федерации ЦФО и группа В первенства Москвы. Два вторых места в первенстве Московской области и семнадцатое место из 48 команд Кубка Федерации Хоккей города Москвы. Последнее – результат команды 2015 года рождения. Владислав Фролов добавил, что вроде растет и количество спортобъектов, где можно заниматься, и команд больше становится, которые во всероссийских соревнованиях участвуют. Но есть во всем этом ложка дегтя. Несмотря на оказанную огромную поддержку со стороны правительства Рязанской области и ваш личный, Павел Викторович, остаются проблемные вопросы о финансированной деятельности профессиональных клубов. Так, например, в ИХЛ в связи с вновь заявляющимися клубами и новыми требованиями к оснащению спортивных объектов ежегодно увеличиваются расходы участия хоккейного клуба в соревнованиях. Расширилась география, увеличилась стоимость переездов команды. В соответствии с новыми регламентами, деньги израсходованы на установление новых бортов, табло на ледовой арене Дворца спорта «Олимпийский», установление новой пропускной системы зрителей и болельщиков. В то же время в женских футбольных клубах обязательным стало участие двух возрастов юношеских команд вместо одного во всероссийских соревнованиях. Ежегодно уточаются требования к инфраструктуре футбольных стадионов, для исполнения которых требуются дополнительные расходы. Вопрос, говорят, в Минспорте решают. Работают по всем направлениям. Глава региона Павел Малков согласился, что профессиональные клубы поддерживать надо. Вот только куда важнее создать систему для подготовки детей. Вот вы говорите, что не хватает средств. Но их всегда не хватает, и мы выделяем туда, и даже добавляем. Но мало иметь профессиональной команды, я считаю, что очень важно создавать именно систему, систему подготовки для детей, систему спортивной медицины, чтобы у нас в каждом муниципалитете, в каждой школе был свой какой-то основной базовый вид спорта, а может быть даже не один, чтобы была система поддержки детей предрасположенных каким-то видом спорта, чтобы у всех была возможность заниматься спортом. Сейчас спортом в Рязани занимаются больше 7 тысяч детей, больше половины футболом. Пятая часть всех баскетболом и столько же волейболом. Самая малая часть, чуть больше 600 детей, ходят на хоккей. Потому для большей части всех детей спортсменов, футболистов, в конце июля был организован спортивный фестиваль «Все сюда», главная задача которого – отбор талантливых ребят. На фестиваль пришли больше 400 рязанских мальчишек. На стадионе «Спартак» претендентов тестировали тренера Академии армейского клуба. На перерыве с рязанскими болельщиками пообщался Алан Загоев. Тестировщики ЦСКА отобрали 67 футболистов в возрасте от 8 до 13 лет. Клуб планирует пригласить их на очередной селекционный сбор. 12 спортсменов уже приглашены в Академию ПФК ЦСКА в Москве, где в течение недели они покажут свои способности в ходе тренировок в своих возрастных группах. Павел Малков сказал, что нужно схожие сборы проводить на регулярной основе. В сентябре я пригласил одного из ведущих специалистов в этой сфере к нам в область. Проведем, Александр Сергеевич, лекцию для всех наших спортивных врачей по современным тенденциям. И обсудим, как будем в целом создавать, формировать систему работы с детьми, чтобы можно было всегда определить предрасположенность и обеспечить все необходимые условия. Система должна быть. А профессиональная команда, она сама получится. Создай эта игра в долгую. Не так быстро, чтобы деньгами накачать, купить игроков и сразу выиграть. Но зато это намного более правильно с точки зрения развития области. Дальше, говорит Павел Малков, будем заниматься развитием инфраструктуры. На очереди футбольное поле с подогревом. Оно скоро должно появиться. Губернатор добавил, что в целом все футбольные поля надо приводить в порядок. А скоро должны появиться и хоккейные площадки. Инфраструктура – это первый приоритет, который на правительстве выделил губернатор. Два других – спортивная медицина и работа с подростками. Так что вектор теперь определен. Уже десятый год подряд в музее-усадьбе академика Павлова проводят праздник «Яблоко». Юбилей отметили с размахом. На мероприятии выступили местные танцевальные и вокальные коллективы. На торжестве присутствовал также глава региона Павел Молков. Вкусный фестиваль в музее-усадьбе Ивана Петровича Павлова проводят уже с десяток лет. Ежегодно под открытым небом яблоневый сад академика освещают, а после раздают плоды всем пришедшим на праздник. Завсегдатые праздника даже придумали свое особое поверье. Если съесть фрукт с этих вот деревьев и загадать желание, оно обязательно сбудется. Так я никуда не хожу. Позвали подруги, я согласилась. Вот мы здесь сегодня втроем с ними отдыхать пришли, посмотреть, как у нас тут красиво. Я за 33 года здесь живу в Рязани, я ни разу здесь вот именно вот конкретно не была. Поэтому вот решила попробовать посмотреть, где наши корни, что у нас тут, какая красота. Праздник яблока совпадает с преображением Господним или, как его называют в народе, яблочным спасом. Хотя посвящен он скорее прощальному визиту ученого сюда. Как говорят сотрудники музея, 19 августа 1935 года Иван Петрович Павлов был в своей родной усадьбе в последний раз. Для того, чтобы вспомнить, как здесь прошли его детские и юношеские годы. Сегодня на мероприятии глава региона обсудил с директором музея-усадьбы дальнейшие перспективы развития мемориального комплекса. Очень радостно, что осветил этот праздник, так сказать, своим приходом губернатор. И я говорю, что беспрецедентное его такое отношение к музею. Никогда не выделялось столько средств на обновление экспозиции Дома науки. 30 миллионов выделено, и мы уже освоили эти деньги. У нас интерактивные панели. И, в общем-то, это новая жизнь будет. То есть мы в Дом науки вдохнем жизнь. В 2024 году музей отмечает сразу две юбилейные даты. 175 лет со дня рождения ученого и 120 лет со дня получения им Нобелевской премии. Считаю, что это потрясающий музей, очень интересный. И там великолепный директор Александр, который, по сути, наполняет его жизнью и вкладывает душу в этот музей. И там, на самом деле, надо всего ничего, просто привести его в порядок. Мы уже финансирование выделяем, есть планы и на следующий год. Ну и, конечно, важно еще сделать улицу, на которой этот музей находится. Она сейчас находится, наверное, не в очень привлекательном и для жителей, и для туристов состоянии. И это мы будем менять. Улицу будем благоустраивать, музей дальше развивать только. В 2023 году музей-усадьба принял участие в национальном проекте «Культура» по инициативе президента России. В рамках этой инициативы мемориальные комплексы и достопримечательности по всей стране благоустраивают и модернизируют, сохраняя историю на долгие века. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В честь белой, синей, красного триколора в Рязани провели праздничные мероприятия. В лесопарке прошли лекции, мастер-классы, а также моты и велопробег. Подробнее расскажем в следующем материале. 22 августа 33 года назад известный всем триколор получил статус национального флага. А вскоре после этого, в 1994 году, появился и новый праздник. Как отметил герой России Андрей Красов, флаг России – это символ единения нашего многонационального народа и некий атрибут для наших общих побед и научных открытий. Символ нашей истории и культуры, которой мы безмерно так все вместе гордимся. С российским триколором наши спортсмены штурмовали новые олимпийские мировые рекорды. Мы с российским триколором покоряли космос. Мы одерживали победы на поле боя. Бойцы СВО вместе с гуманитарной помощью всегда ждут открыток от детей и просят отправить флаг Российской Федерации, чтобы в дальнейшем он гордорел над освобожденными населенными пунктами. От каждого из нас с вами зависит благополучие и развитие нашего страны и нашего региона. Давайте нести флаг нашей страны с достоинством и передавать нашим поколениям любовь к родине. В лесопарке в честь бело-сине-красного флага по традиции провели различные мероприятия. Среди них мастер-классы, лекции, вело, а также мотопробег с флагами России. Флаг России – символ независимой и сильной страны. Это символ великого прошлого нашего государства и его стремления в будущее. И сегодняшний праздник показал, что вне зависимости от возраста и социального статуса, символ этот дорог каждому россиянину. Анастасия Альдмитрифимов, телекомпания «Город». Маршал Сергей Бирюзов – великий полководец и военачальник. Его именем названа улица в микрорайоне Конищева. Почти три года назад там открыли бюст. А теперь благоустроили еще и сквер имени маршала. 21 августа – 120-е годовщина со дня рождения полководца Сергея Бирюзова. Торжественное мероприятие в его честь начали с возложения цветов. А затем посадили сирень, сорта которой специально подбирали для этой зеленой зоны. Все они носят имена маршалов Победы. Среди них Малиновский, Конев, а также кустарники сортов «День Победы» и «Синий платочек». А также в сиреневую аллею высадили специально выведенные селекционерами Ольгой и Сергеем Маладинами. Его назвали маршал Бирюзов. Как отметила Мария Бабкова, посадить такие уникальные саженцы в столь знаменательный день – большая честь для рязанцев. Сирень такого фиолетового-сиреневого цвета, разноцветная, безумной красоты. И, безусловно, для нас это большая честь, что мы удостойны предоставления таких уникальных, поистине уникальных саженцев. В благоустроенном сквере появились новые тротуарные дорожки, новые зоны отдыха для детей и занятия спортом. Скамейки, освещение, центральная зона с надписью «Я люблю Конищева». Это уже полюбившееся место для жителей, для проведения праздников. На официальном открытии сквера Бирюзова ведущая зачитала приветственный адрес от дочери маршала Ольги Бирюзовой. Она пишет, что радостно видеть, как на Рязанской земле чтут память ее отца. А также Ольга поблагодарила за большую системную постоянную работу по сохранению исторической памяти. Время всегда диктовало отцу сложные задачи, порой казавшиеся невыполнимыми. Боевой путь отца отразил значимые веки истории Великой Отечественной войны. Бои на Брянском фронте, Сталинградскую битву, освобождение Севастополя, Крыма, Донбасса, Яско-Кишиневскую и Белградской наступательной операции, военно-дипломатическую службу в Болгарии. В послевоенное время отец отвечал за огромное небо огромной страны. Сквер в этом году благоустроили в рамках проекта «Жилье и городская среда». Но всего этого не было бы без жителей Канищева. За благоустройство в этот раз боролись шесть парков и скверов Московского района. Татьяна Мыськова, жительница микрорайона, рассказывает, что еще недавно прогуляться в их районе было негде. И когда сквер начали благоустраивать, она лично контролировала ход работ в качестве народного добровольца. Были просто деревицы стояли, потом вот златко почернели. А сейчас вот сколько я смотрю из окон, столько детей здесь возится, столько, прям даже душа радуется, что детям есть где заниматься, где-то что-то для них сделано. Сергей Бирюзов, как и его сослуживцы, прошедшие Великую Отечественную войну – люди Победы. Благодаря им мы живем. Помнить их имена и чтить память – наша святая обязанность. Анастасия Дмитриевимов, телекомпания «Город». Хотите почувствовать себя крохотным человечком и понять, каково ощущать себя меньше ножки стула? Тогда мы приглашаем вас на необыкновенную интерактивную выставку «Дом великана», которая открылась в М5МОЛ. Иди на меня. Вот. В огромном доме великана ребята могут примерить обувь гигантского хозяина, походить в ней по большому замку и даже посидеть на его громадном кресле-качалке. Плюс можно сыграть в знаменитую мобильную игру в реальной жизни – пострелять из большой рогатки по кирпичикам со свинками. Или в другую игру – шахматы. Фигуры тут ростом с ребенка, однако очень легкие – поднять их по силам любому. Так что сыграть с родителями будет интересно. Да и обилие игрушек в «Доме великана» вызовет восторг как у детей, так и у их родителей. Я с папой в шахматы играла и выиграла в него. Я добралась наконец-то, было очень здорово. А на выставке восковых фигур можно сесть на знаменитый железный трон королей Вестероса из знаменитой «Игры престолов», обняться со Шреком и Ослом и сфотографироваться с героями знаменитых фильмов и мультсериалов. Или с известными актерами – Евгением Леоновым и Пьером Ришаром. И прекрасный Мэрилин Монро. Можно даже побоксировать с Майком Тайсоном. Или обняться с восковой фигурой президента. Когда еще выпадет такая возможность? В общем, говорят посетители, это прекрасное место для отдыха и крутых фотографий. Зона для фотографий такая очень классная, на самом деле. Очень много разных персонажей, киногероев, мультгероев. Ну и наконец-таки Делька встретилась с крокодилом Геной. И чебурашкой, и с Мишариками. Очень такие, да, тут реалистичные есть персонажи. Некоторые страшные, но не очень. То есть, в принципе, на уровне. Ты не испугалась? Понятно, значит нет. Рядом расположилась выставка «Кунсткамера». Ее привезли из Санкт-Петербурга. Организаторы обещают, что от этой необычной выставки у посетителей побегут мурашки по всему телу. Ведь цель ее – наглядным примером показать, что происходит с человеческим организмом, на который обрушивается алкоголизм, наркомания и табакокурение. Только учтите, говорят организаторы, возрастной ценз 6+. Все эти три выставки можно посетить в торгово-развлекательном центре «М5 Мол» каждый день с 11 утра до 8 часов вечера. Выставки «Дом великана», «Мультяшек и восковых фигур» и «Анатомическая выставка «Кунсткамера»» будут работать до 29 сентября включительно. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова